Нинь-дя! О-о-о! What is it good for? Absolutely nothing! Всем привет! Это Спейсман! Вы смотрите Точку Чарли! Что, соскучились? Нет, ну а что вы хотели? Любишь Точку Чарли смотреть? Умей ждать! Столько воды утекло с тех пор, как мы увиделись с вами в последний раз. А это было в прошлом году! Ну, 14-й год уже на дворе, друзья, будущее наступило. Что у вас произошло за это время? Скажите. Я купил суррогатную чуну. Зая занялась докупажем. Я забрал свою гитару от гитархира первого. Ну и, конечно же, вышел Call of Duty Ghosts. Странный английский язык. В сети S. Причем S это и множественное число, и признак принадлежности. Это только апостов различает. Если бы он здесь был, был бы зов долга призраков. А так, зов долга призраки. Не спешил я с этим видео, конечно. Во-первых, магазин VideoIgr.net долго вез мою английскую копию. Магазин VideoIgr.net когда-нибудь он привезет то, что вам нужно. Все, рекламный бюджет отработал. Ну и, прежде чем открывать рот, естественно, я не как другие, не запустил игру, стал нести, ой, что тут нажимать, ой, что происходит. Я поиграл некоторое время, разобрался, что к чему, и теперь готов запустить файл Call of Duty Ghosts кусок говна.avi Без сомнения, у меня есть более удачные ролики, но именно этот ролик лучше всего изображает суть Call of Duty Ghosts. И первый неприятный сюрприз ждал меня в тот момент, когда я захотел записать только что сыгранную игру. Со все нарастающим ужасом я вдруг обнаружил, что в игре нету больше театра. Одно из самых клевых нововведений в Call of Duty, самый важный инструмент для таких, как я, возможность просматривать повторы, крутить их с разных ракурсов, отсутствует. Как оказалось, в Call of Duty Ghosts новый движок. И по каким-то неведомым причинам он не может делать повторы, ну, по крайней мере, пока. Для меня это был неприятный сюрприз и реально прикольная игра, которую я хотел показать вместо этой, исчезла во мраке веков. Я даже как-то не задумался, что в Call of Duty не может быть повторов. Так что мне теперь приходится, как времена, простите меня, Modern Warfare 2, запускать компьютер и все время стримить то, что я играю. Записывать на хард, гонять все это, крутить, изнашивать оборудование. Это, конечно, не ключевой минус игры, но как-то сразу делающий из тебя панду. И было бы ради чего. На моем Xbox 360 новый Call of Duty выглядит абсолютно так же, как старый. Нет, я понимаю, у меня старая консоль и новый движок в первую очередь ориентирован на новый, на Xbox One и PlayStation 4. 4. Нифига себе, 4, уже PlayStation 4, пацаны. 14-й год, PlayStation 4, мы реально в будущем, боже мой. Но геймплей, как вы только что видели, не просто в прошлом, он в жопе. Давайте еще раз отмотаем назад и посмотрим этот момент. Вот я бегаю, 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 бегаю по бессмысленно огромной карте. С нами снова дизайнеры с каким-то бессмысленно обостренным чувством гигантизма. Я уж грешным делом подумал, что на других платформах другое количество игроков. Но и на PC, и на Xbox One сражение все еще проходит 6 на 6. То есть в этих гигантских картах нет никакого смысла, а вы все знаете, как я люблю гигантские карты. И в Call of Duty Ghosts их какое-то бесконечное множество. И вот я ношусь, ношусь по карте, пока меня не убивает в спину какой-то кемперок. Смотрим повтор, вот он сидит в своем уголке и тут вдруг ему видимо запахло мною, он спрыгивает и спокойно меня снимает. И вот гигантские карты, они всегда ревардят кемперство. Потому что, когда ты пробегаешь полкарты, а то и больше до огневого контакта, то рефлексы твои уже притупляются. А так как на карте очень много разных уголков, смотреть в них все, естественно, никакого терпения не хватит, народ спокойно сидит и поджидает пробегающих. И чем карта больше, тем таких уголков тоже больше. При этом большая часть партии протекает только на какой-то части карты. Там, где завязалась главная заварушка, народ умирает, респаунится и старается быстрее бежать туда. Именно там происходит интересное. Соответственно, часто игроки просто не ждут, что кто-то где-то на полпути их перехватит. Для них игра происходит там. А зачем вот эта остальная часть карты от респауна до того, где происходит крутота, для меня до сих пор загадка. На этой карте, так как она не централизованная, это не так ярко выражено, но тем не менее, то тут, то там возникают локальные разборки, куда подтягиваются остальные. В общем, я так и не понял, зачем в ГОС такие большие карты. Движок показать графон. Ну, как я уже говорил, у меня новая колда выглядит абсолютно так же, как старая. Да и судя по интернетам, на том же Xbox One она мало чем отличается. Кстати, раз опять вернулись к движку, у нас новая таблица результатов, в которой не видно качество коннекта. Нет, я понимаю, что в Америке везде скорости огромные, и в общем-то насрать, но я в своей маленькой деревне Москве не могу глянуть, какой же у меня коннект, хотя я четко вижу, что задержка есть, то есть теперь все на глаз. И внимание, приготовьтесь к кульминации. спустя 6 минут экранного времени я наконец-то убиваю в спину какого-то дятла. Вот оно, истинное лицо Call of Duty Ghosts. Призраки, не зря они вынесены в название, потому что на огромных картах Call of Duty Ghosts вы не встретите никого, кроме призраков, игроков, которые умерли от скуки. И абсолютно по тому же сценарию меня самого убивают в спину. А возрождает меня на противоположной стороне карты, что, конечно, обидно, но хотя бы честно, потому что с респой в Call of Duty Ghosts большие проблемы. Это, конечно, не Battlefield, но давайте я вам покажу один маленький ролик. Перед нами одна из самых идиотских карт в Call of Duty Ghosts, которая поначалу вызывала просто лепестки пламени из моей задницы. Но сейчас у меня немножко поменялось мнение. Карта Flooded ее точно хуже. Ну, в общем, меня убивают, а дальше без комментариев. Call of Duty Ghosts первая игра, в которой меня спаун рейпают со времен Квейка. Серьезно, худшего респа в Call of Duty я не видел. Подожди, подожди, никогда. Никогда. Постоянно я респаю из-под кого-то. Кто-то респается под меня. Ну, а чтобы респавнило прямо во вражеский прицел, я такого не припомню. Так что новый движок и здесь напортачил. Ну, да фиг с ним с движком. Вернемся к геймплею. Call of Duty я не знаю. То ли идет вперед, то ли назад, то ли топчется на месте. И мне реально непонятно, почему нельзя взять из одной игры самое клевое, и с другой игры самое клевое, я про Modern Warfare и Black Ops и соединить их вместе. Почему? Как вы помните, Black Ops 2 при вычислении киллстрейка перешел на подсчет очков. Это был знаковый переход от эгоистического набора киллстрейка к более общественно полезному. Тебе даже не обязательно было кого-то убивать, просто делай что-то полезное и все это учитывается. Гост почему-то опять возвращается назад к эгоизму. При этом то, что в Black Ops 2 было плохо, Гост почему-то перенял. Помните, в самом начале я жаловался, что пушки там какие-то футуристические без характера. Вот, мол, М4А1 всеми узнаваемая винтовка, а там какой-то непонятный набор неизвестно чего. В Гостах то же самое. Слава богу, нашел пушечку, которая более-менее мне нравится, на ней сразу стоял глушитель, стоишь Red Dot, рукоятку и прямо моя идеальная пушка. При этом опять какая-то дурацкая система открывания всего, некие сквадпоинты, которые ты можешь тратить на что угодно, любая пушка открыта сразу. Главная проблема похожих систем то, что последовательно изучать все невозможно. Чтобы посмотреть, как работает та или иная пушка, или насадка на нее, или там киллстрик, ревард, за все это нужно платить. И так как большинство из этих насадок и пушек полное говно, ты постоянно вынужден платить за свои ошибки. Это очень напрягает в начале игры, когда именно тебе важно изучать разные комбинации, а ты естественно очень ограничен посредством. В старых колдах было все правильно, с новым уровнем открывается новая пушка, начинаешь из нее стрелять, начинают появляться к ней разные насадки. За каждую насадочку есть отдельный челлендж, чтоб ты попробовал, посмотрел, как это работает. с челленджами опять что-то перемудрили, я вот этого вообще понять не могу. Челленджи это как бы основа основ Call of Duty. И зачем их все время куда-то извращать, переначивать, изменять? Грубо говоря, их сейчас вообще превратили в пщик. Нет вот этого огромного списка единой системы, где видны все твои достижения. Ты видишь, к чему тебе стремиться и что тебе за это будет. Ну, хоть кама для винтовок открывается за челленджи, а не за деньги. Что еще нового? Ввели персонажа, ну, вернее, я так подумал, первый раз на это взгляну. Оказалось, это просто легкий кустомай из внешнего вида. Ну, там, какой из мешковатых костюмов ты хочешь на себя надеть, и какую дурацкую панаму на себя напялить там. А я уж было губы раскатал. Персонажей в Call of Duty мне не хватает еще с выхода четвертой части. Ну, вот, спустя кучу лет, сменив движок и поколение консолей, в Infinity Ward наконец-то догадались, что было бы круто настраивать внешний вид того персонажа. Но все эти костюмы, во-первых, практически одинаковы, а во-вторых, внешний вид вашего персонажа не играет никакой роли. В игре нет геймплейных элементов, в которых бы ваш персонаж мог бы покрасоваться. Ни там повторов от третьего лица или плана в конце партии на выигрышу команды, где все стоят такие-то мышцами играют, автоматами бряцают. В общем, покрасоваться негде. Так что смысла особо тоже нет. Зато впервые можно играть за женщину. В том числе женщину-негр. Женщина-негр. Женские скины, конечно, все страшные, но сам факт. Что еще? Геймплей опять перебрали, поменяли балансик, теперь практически нет нормальных радаров, и, наверное, это шаг в правильном направлении. Опять же, что-то хорошо, что-то плохо, но квикскоперы как были, так там и остаются. Видимо, исследования показывают, что если убрать квикскоп, то просто никто не будет покупать это говно. Перки тоже перебрали, какая-то новая система, типа, есть ограниченное количество очков, какие-то перки стоят больше, какие-то меньше, можешь набрать кучу дешевых или пару дорогих. При этом, в отличие от оружия, перки почему-то закрыты, и их надо открывать с уровнями. В чем здесь логика? Опять же, для меня загадка. Но, в общем-то, изменения опять же чисто эволюционные. И после чересчур эволюционный Black Ops 2 как-то ждешь большего прорыва. К тому же, все-таки, это выход на новое поколение консолей. А тут опять там миллиметр, здесь миллиметр, то же самое. При этом, хайп такой развели, название такое пафосное, а дерьмо-то редкостное. Нет, серьезно. Вот есть же среди вас те, кто начинал, как я, с четвертой части. Скажите, друзья, вот есть ли для нас хотя бы одна причина играть вот это? Вот хотя бы одну причину назовите, зачем покупать и играть в Call of Duty Ghosts? Что за название? На мой личный взгляд, Ghosts худший пример сиквализации. Ну, в общем, меня вы выслушали, пишите ваши мысли, интересно, что вы думаете по поводу новой Call of Duty, насколько мои ощущения сходятся с вашими. Ну, и, наверное, не последний это выпуск об этой игре. Помните, когда вышел Black Ops 2, я сказал, не буду больше делать о ней выпусков, но потом разыгрался. Здесь, конечно, это уже вряд ли произойдет. Играл я нормально в нее, и вижу все главные проблемы, но, тем не менее, уже есть повторчики, которыми хотелось бы с вами поделиться. Так что оставайтесь с нами, пока это все никак и никак не закончится. Пока.